Но если вы скажете Морту, ты знаешь, Кахана говорил об антисемитизме, он ответит, Кахана параноик, здесь же не Германия. Он прав, это правда не Германия, но у меня для него новость, Германия тоже не сразу стала Германией. Когда евреи в Германии начали говорить, знаете, Гитлер опасен, другие отвечали, вы с ума сошли, тут вам не Польша. Вы правы, это не Польша. Польша это Польша, Германия это Германия, Америка это Америка. Только расист думает, что Германия чем-то отличается от других. Германия ничем не отличалась. У немцев нет рогов и хвостов, немцы такие же люди, как все остальные, и я могу назвать 10 разных народов Восточной Европы, которые были куда большими антисемитами, чем немцы. Украинцы, литовцы, словаки. Они просто любили нас до смерти. Если бы в 20-х годах вы спросили еврея, какой самый лучший народ, он ответил бы, немцы. Немцы были самые культурные, самые цивилизованные. У них были Гёте, Кант, Бетховен. На самом деле, немецкий еврей даже не считал себя евреем, он называл себя немцем веры Моисея. И когда пришел Гитлер и стал кричать «евреи, евреи», немцы говорили «Это он не обо мне». Он имеет в виду восточноевропейских евреев, в черных пальто и с бородами. Немецкий еврей ненавидит этих евреев больше, чем сами немцы. Но Гитлер имел в виду всех евреев, с бородами и без, обрезанных и нет, с еврейской матерью и нееврейской бабушкой. Они все были для него евреями. Немцы сделали все это не потому, что они были злыми, по сути, вовсе нет. Они сделали это потому, что был ужасный крах. Люди потеряли работу, люди потеряли надежду. И тогда кто-то пришел и сказал «Я дам вам надежду». И за ним пошли, потому что он дал надежду. Вы хотите мне сказать, что все это не могло произойти здесь? Если, не дай бог, здесь будет экономический кризис и отменят матча Суперкубка. Конечно же, все это может произойти.